добрый день на прошлом занятии мы рассмотрели как рассчитывать мощность отопительной установки помещения в программе овентропа zc50 ну а в этом видео познакомимся как перенести результаты расчета вашу курсовую работу существует два способа первый наиболее легкий то есть переместить все таблицы которые необходимо распечатать в приложении вашей курсовой работы для этого нужно открыть меню файл найти формат печати откроется окошко который представлены все те данные которые нам необходимо распечатать так если помните нам нужно распечатать во-первых итоги общие итоги введомость ограждений итоги ограждения и данные для программы и со поэтому с остальных таблиц мы просто убираем галочки для того чтобы эти таблички нам не распечатывались так вот мы убрали еще один момент нажали клавишу окей так ну и вернемся в эту табличку здесь у нас итоги общие общие данные то есть одна табличка дальше переходим следующую здесь мы обнаруживаем итоги ведомость ограждений и как видим то есть существует так называем пустые ячейки и столбцы так вот давайте от них избавимся то есть для этого нужно правой клавиши мышки нажать ее и появится вот такое контекстное меню нажимаем формат ячеек такие проделаем следующее нажмем столбцы и уберем галочки те которые столбцы нам не обязательно спечатать причем если вы посмотрите описание и вид все совпадает поэтому описание мы убираем галочку соответственно столбец убрался дальше производитель тоже убираем галочку потому что он пустой следующее действие убираем галочку с этого столбца раз у нас нету значение в этом столбце ни в одной ячейки так ну и убираем соответственно каталожный номер тоже потому что он пустой так следующее действие у нас есть таблица соответственно ограждение итоге то есть если здесь посмотреть здесь есть вот замечание последний принцип тот же самый нажимаем правым клавишем мыши открываем командное меню формат таблицы и убираем лишнее ничего у нас не изменилось значение сопротивлений соответственно переместились на столбец левее так ну и закрываем ну и последнюю таблицу которая нам нужно было распечатать соответственно таблица итоги для программы сон здесь ничего нельзя убрать ну единственно таки но оставим в том варианте в котором есть так мы приступаем к следующему действием сначала откроем предварительную печать окно так вот у нас открылась то есть но и у нас показывает соответственно то что распечатывается ну в данном случае у нас а 4 формата патриотную ну и часть таблиц просто не входит границы этого листочка так сделаем следующее заходим в параметры страницы и меняем на альбом нажимаем клавишу применить так ну и теперь тоже часть столбцов у нас не влазит так следующее действие можно уменьшить границы давайте до единицы справа слева так и нижние единицы делаем так опять нажимаем клавишу применить так опять у нас не помещается таблица так но единственное что остается сделать то есть поменять формат например на третье так виду того что распечатывать нет необходимости дальнейшем при распечатке можно уменьшить масштаб то есть теперь все таблицы влазят не входит ответственно дальше направляем на печать так настройки то есть создаем виртуальный принтер для создания pdf формата выбираем из перечня нажимаем ok так ну и распечатываем так сейчас появится окно виртуального принтера так вот она появилась так мы нажимаем на сохранить открывает стандартное окно сохраняем что мы тоже так сейчас виртуальный принцип принтер создание pdf страниц перекинет все это в pdf формат вот в дальнейшем то есть можно написать приложение и вставить вот эту распечатку приложение когда будете создавать электронный pdf формат курсовой работы так первый вариант понятен то есть самый простой вариант так теперь остановимся на втором варианте а именно перенесем все эти таблицы уже непосредственно в текстовый редактор для того чтобы дальнейшее отформатировать и написать текст так вот например в ограждениях так если вам нужны ограждения можно поступить очень просто примеру стена наружная дальше на рисунке нажимаете но здесь не перевели больше то есть копировать буфер обмена то есть копировали рисунок ну а дальше открываем текстовый редактор соответственно вставляем в него тот рисунок который скопировали а дальше можете отформатировать так следующее действие если вам необходимы дополнительные рисунки например распределение температур главное нажать галочку соответственно температур принцип точно такой же то есть вот здесь уже перевели копировать буфер обмена и вставляете текстовый редактор а дальше уже форматируйте как вам необходимо и так далее то же самое касается и распределение парциальное давление водяного пара тоже сначала поставили галочки с обозначением значений дальше опять правой клавишей копировали буфер обмены так и соответственно вставили свой текстовый редактор где произведение форматирование то есть обозначение что это за рисунок и так далее так это что касаемо ограждение теперь что касаемо таблиц поступаем следующим образом то есть переходим на итоги общие так вот у нас есть такая таблица можно конечно просто скопировать но то есть выделите скопировать но скопируется просто текстом нам нужно видеть таблицы делаем следующее виду того что мы уже отформатировали таблицу нажимаем экспортировать в excel открывается окошко здесь нажимаем открыть файл excel после экспорта то есть называем то есть выбираем путь какой-то куда сохранить этот временный файл в данном случае сюда имя файла даем так нажимаем галочку еще раз повторяю чтобы нам открылся после экспорта excel ну и экспортируем если у вас есть уже он попросит перь сохранить так ну и откроется соответственно электронная таблица вот она открылась кафе и ваши данные перенеслись так уберем лишнюю покупку какой-то звук вот у нас выровнялся все выделяем копируем это выделение ну и тот же самый принцип вставляем в текстовый редактор для того чтобы в дальнейшем написать текстовку ну и оформить курсовую работу так следующее действие опять закрываем этот файл нет не сохраняем нет закроем так следующая ведомость ну вот здесь мы уже отформатировали если у вас не отформатировано то соответственно открываем формат таблицы ну и выбираем те столбцы которые нам не нужны либо они пустые либо дублируют уже то что есть закрыли так но опять то же самое действие экспорт в excel открывается окно уже здесь галочка стоит дальше путь указан можно тот же самый файл либо переименовать ну а дальше экспортировать так он просит меня пересохранить и отвечаешь туда так и он экспортирует эту таблицу соответственно в excel так вот она ведомость здесь можно форматировать форматировать будем непосредственно в текстовом редакторе скопировали так теперь перейдем на следующий лист ну и вставим так ну если посмотрите то у нас выходит таблица за границы листа можно конечно таблицу сделать автоподбор по ширине окна но у вас все здесь комкается поэтому сделать нужно следующее перевернуть просто лист то есть сделать его не книжным а альбомным причем не к всему документу а к выделенному тексту нажимаем окей так сейчас проделаем следующее действие так вот таблица вернулась она опять тоже у нас выступает а здесь поступим следующим образом форматируем по ширине окна так вот все у нас поместилось некоторая цифра нулей ушли да можно выровнять соответственно те столбцы в которых цифры убежали так ну и проделаем все то же самое так закрываем следующий традиции опять можно форматировать тут уже убрали один столбец последний поэтому проделаем то же самое действие так сначала можно закрыть excel и нам отключено не даст так экспортируем и сохраняемся раз он файл тот же с тем же самыми так вот он скопировался опять выделяем всю таблицу копируем ее так ну и вставляем в текстовый редактор для того чтобы в дальнейшем дописать текст мы тоже самый принцип отформатируем ее по ширине окна так вот тут у нас некоторые цифры не пропечатаны значит делать нужно следующее нужно их показать все таки так опять копируем так вот таблицу не переносим обязательно должны быть значение так мы вставили и отформатируем повышение окна так ну а теперь все значения у нас есть в дальнейшем можно расширить и уменьшить столбцы для того чтобы потом более наглядно смотрелось так ну и осталась последняя таблица опять закрываем электронную таблицу всем известно не сохраняем опять закрываем так ну и последнюю таблицу которая нам нужна это данные для программы ISO опять можно форматировать но здесь нечего форматировать все значения нам нужны опять нажимаем экспорт да заменяем экспортируется выставили у нас таблица так все это успешно произошло дальше копируем и вставляем в то место где должна выйти эта таблица здесь уже нет обязательной необходимости ориентацию альбомную нужно сделать так и так и так и так и так 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 проделаем следующее еще раз разметка книжная до конца документа так здесь выделяем вырезаем так вставляем и то же самое действие по лбу по ширине окна так вот все 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 те таблицы которые нам необходимы из программы ОЗС 5.0 новинтропа то есть мы перенесли в текстовый редактор для дальнейшего оформления пояснительной записки курсовой работы ну а либо коллекционной работы всем спасибо за внимание удачи до свидания до свидания удачи